Вообще я не хотел записывать этот ролик. Ну, думал, зайду на обучение по Яндекс.Зен, записался тут на обучение по Яндекс.Зен, посмотрю немножко по троллю ведущих, там понапишу какие-нибудь комментарии, они там на неудобные вопросы мне как-нибудь ответят, ну и, собственно, на этом закончим. Но всё дело в том, что всё оказалось не так просто. Зашёл я, значит, в этот онлайн-семинар, так сказать, начал писать вопросы, вопросы были в самом конце, причём я периодически, когда проходил этот семинар, менял своё мнение, то думал, что стоит на них записать этот ролик с разоблачением, то думал, что не стоит, вроде бы как бы ребята зарабатывают деньги, ну и ладно. Пусть они там дают банальные советы, пусть льют воду. В общем, мнение моё постоянно менялось, и в результате я всё-таки решил сделать этот ролик, просто после того, как я им писал свои неудобные каверзные вопросы, они делали вид, что ничего не происходит. Но при этом они благополучно отвечали на вопросы ботов, которые задавали там фейковые вопросы, типа, «Ой, у вас там остался ещё золотой пакет», «Ой, а я оформил рассрочку, наконец-то я в вашей команде», ну то есть такие вот вопросы-невопросы, «А я там не умею писать тексты, подойдёт ли мне ваш продукт?» И вот эти вот, ну, комментарии, которые видно, что не от настоящих людей, они как бы на них отвечают. А более-менее серьёзные вопросы, они их как-то вот стороной обходили. Ну, естественно, серьёзные вопросы я задавал. Но давайте обо всём по порядку. А это Кретов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте «Нравится» и мы начинаем. Итак, начнём с того, как я вообще попал на эти онлайн-курсы обучения Яндекс.Дзену. Мне просто выпала реклама ВКонтакте. А меня до этого часто спрашивали, Игорь, стоит ли идти на курсы, стоит ли не идти. Я всегда советовал, что говорил, ну, ребят, ну, скорее всего, там будут лить воду. Но поскольку я сам никогда не посещал такие вот обучающие бесплатные семинары, то тут мне реклама появилась, я, дай, думаю, посмотрю, кто ведёт вообще. Зашёл посмотреть, кто ведёт, и там довольно неплохой канал. То есть автор, который имеет канал на Яндекс.Дзене, который реально зарабатывает. Причём автор заверяет, что он зарабатывает там больше 100 тысяч. 150, по-моему, я точно сейчас не скажу, но больше 150 тысяч рублей в месяц. И аудитория у канала реально там больше 2 миллионов. И я вот вполне допускаю, что этот автор реально зарабатывает такие деньги. Тут я не спорю, никаких претензий к этому вопросу у меня нет. В общем, я записался на его онлайн бесплатный курс, где было обещано, что вас научат там зарабатывать от 50 до 100 тысяч. Это для профессии менеджера Дзена. Или от там 15 до 40, если я не ошибаюсь, если вы просто автор на Яндекс.Дзене. Ну, я думаю, как это себя представляю? То есть, скорее всего, думаю, там дадут какие-то пару методик, которые вот реально работают. Ну, для начинающих, которые о них не знают. И будут в остальном продавать какие-то платные курсы. Ну, так должно было быть, по моему разумению. Но немножко не так оказалось всё. Во-первых, меня смутили заверения ведущего, что это уникальная методика, которую вот больше нигде в интернете не услышите, что все эти ютуб-блогеры, они как бы ничего не понимают в этом. Это вот камень, видимо, в мой огород. И только они дают вот уникальнейшую методику, которую оценил сам Яндекс. Мы, кстати, к вопросу об их уникальной методике ещё вернёмся, когда будем рассматривать канал этой девушки. Но сразу скажу, что на этом якобы обучающем бесплатном семинаре была одна вода. Первую часть нам рассказывали, какой Яндекс.Дзен классный, как он скоро отнимет аудиторию всю у Инстаграма, у Ютуба, и у сайтов отнимет всю аудиторию, у всех, в общем, всю аудиторию отнимет. И будет в мире только Яндекс и Сбербанк. Ну, по крайней мере, в России. Я на это им справедливо заметил, что, скорее всего, в плане видео, опять же, Яндекс.Дзен никогда не переплюнет Ютуб. В плане видео Ютуб на первом месте, он в России, в мире, и ничто с ним пока что не сравнится, и не придумали платформу такую. Не в обиду Яндекс.Дзену, на Яндекс.Дзен статьи классные. В плане статей пока никто не переплюнул Яндекс.Дзен. Тут спорить не с чем. Хотя и статьи не всегда высокого качества, много желтизны всякой, много чепухи всякой, много школьников, которые пишут всякую чепуху. Но, тем не менее, Яндекс.Дзен в плане статей, да, отличная платформа. В плане видео, как бы, Яндекс.Дзен нервно курит в сторонке. Ну так вот, хоть и на этом бесплатном обучающем семинаре говорили, что Яндекс.Дзен такой классный, он прям такой вот, прям вот вообще ни с чем, ничто с ним никогда не сравнится. Тем не менее, когда они начали продавать и говорить, что очень быстро выведут там за пару недель на монетизацию, я справедливо заметил, что на Дзен понедельниках, не помню, кто из них там говорил, что сейчас очень высокая конкуренция, и чтобы заработать на Яндекс.Дзен, начать зарабатывать, получить нормальные охваты, то нужно где-то вот, ну не знаю, полгода начинающим авторам. Знаете, мне сказали, да вы что, смотрите Дзен понедельники? Прям не ожидали от меня такого, что я смотрю Дзен понедельники. Ну да, я смотрю Дзен понедельники. Я им так и написал, ну почти так. Я написал, что смотрю Дзен понедельники, потому что там Оля Севастьянова очень классная, и Олю я люблю. Ну на самом деле, я не только из-за Оли смотрю Дзен понедельники, но Оля классная. Ну честно скажу, я их периодически там пытался подловить на каких-то вот моментах. Ну, когда вот он говорит, что Яндекс.Дзен там статью публикуешь, и она тебе многие долгие годы приносит прибыль. Я писал, что нет, статья не приносит долгие годы. Они откручиваются очень быстро и просто умирают. Ну, это как бы ладно, мелочи. Еще там они упомянули, что подписчики на канале никак не влияют на охват. Это на самом деле не так. Как я уже говорил, чем больше подписчиков, тем больше вероятность, что ваша статья будет крутиться лучше, потому что Дзен считает, что ваш канал более авторитетен. Это, кстати, тоже на Дзен Понедельники говорили, так что я все-таки рекомендую иногда смотреть Дзен Понедельники, несмотря на то, что они идут там 2 часа, несмотря на то, что там много воды. Кстати, мой YouTube-канал почти уже догнал официальный канал Яндекс.Дзена. Так что совсем немного подписчиков, и мы будем уже наравне. Так что подпишитесь. Я в целом не знаю, что у них за курсы, которые они продавали платно. Я не знаю, там много воды у них или немного воды. Существует ли на самом деле какая-то прям уникальная методика. Я тут о них наговаривать не буду. Хотя по поводу методики я дальше расскажу, почему у меня серьезные сомнения насчет этой методики. Вот. Мне немножко не понравилось, что они сыпят такими обещаниями, что любой сможет, независимо от того, умеет писать. Он не умеет писать. За пару недель выйдет любой на монетизацию, там может быть за месяц. Получит монетизацию. Хотя я им говорю, монетизация, как бы это, ну, вам по 2 рубля в день будет приходить. С монетизацией вам легче, что ли, станет от этого. Но они сказали, что согласны, и поэтому они обучают и ведут авторов. Когда они показали цены на пакеты, я немножко присвистнул. Как вам такое от 70 до 120 тысяч? Я, если честно, слегка подофигел от таких цен, но потом они сказали, что у них прям уникальное предложение. Только для тех, кто в этом чате сейчас состоит, они делают там скидку чуть ли не 50%. В общем, обычный маркетинговый ход, когда тебе говорят одну огромную цену, ты слегка удивляешься, а потом говорят, ну, сегодня только для вас, вот только-только для вас скидка 50%. Так делают прям вот вообще все продавцы и маркетологи. Я не знаю, кто еще на это клюет, но когда тебе завышают сперва цену, а потом делают скидку, многие люди почему-то покупаются. Может быть, для кого-то сейчас Америку открою, но на самом деле цена изначально была со скидкой, и никакой вот такой вот большой цены, ее не было никогда. Ну, это так, уникальный мастер-класс для зрителей моего канала, совершенно бесплатный, чтобы они не покупались больше на такую фигню. Ну, если кто-то покупался. В общем, неожиданно цена на пакеты стала вдруг 29 тысяч до 69 на самый дорогой. Кстати, почему-то у них вот все очень запутанно, и в конце они вообще там, когда оформляешь заявку, стояло 25 и 65, если я не ошибаюсь. В этих вот ценовых скачках я не разобрался, ну, как бы и не особо важно. Я бы, может, даже к этой цене и не придирался. Ну, 25 тысяч за то, чтобы взять там человека с нуля, чтобы тратить на него время, целый месяц, чтобы учить его писать статьи, передавать опыт. Если ты реально знаешь, как писать, возможно, это и не такая уж и большая цена. Вполне может быть адекватная, если ты воду не льешь там на своих курсах. Другое дело, мне не понравилось, что они говорят, возьмите рассрочку там, оплачивать будете в банке. Ну, то есть, если у человека сейчас нет денег, чтобы за это заплатить, то зачем ему брать, блин, рассрочку? Возможно, у него ничего и не получится. Хоть они обещают там гарантию за первый пакет, что там выведут на монетизацию, но, как я уже сказал, монетизация вообще ничего не дает. Я им там предложил в комментариях, чтобы они, может быть, сделали так, что человек зарабатывает эти деньги и им платят с этих денег, с которых заработал. Ну, раз они учат его. Раз у них гарантия возврата денег, то не проще ли так сделать? Ну, естественно, никто не отреагировал. Но тут, как бы, самый интересный момент наступил. Они объявили, что начинается рубрика «Вопросы-ответы». Я такой думаю, «Ну, сейчас я вам позадаю вопросы, ребята. Попробуйте на них ответить». И начал, конечно, задавать вопросы. Там просто один из людей в комментариях написал, не знаю, бот-не бот, что «А где можно почитать отзывы ваших учеников?» Ему скинули, что там «Мы с вами свяжемся», все такое. Еще раз повторю, очень много ботов, которые на любое предложение писали «Да, адекватная цена, да, беру рассрочку, да, заполняю там». Ну, видно, что они живые люди, плюсики какие-то ставят. Хотя, может, ошибаюсь, может быть, реально народ такой, что на все готов, им пальцем по мани, они бегут сразу. Может быть, наговаривают, да, реально, может быть, доверчивые очень люди, потому что и опыт МММ это показывает. Хотя не сравниваю данных авторов с МММ ни в коем случае. Сейчас озвучиваю только то, что мне не понравилось в этом обучении, так сказать. Так вот, я на это написал, что не надо нам отзывы учеников, но потому что отзывы можно самому написать. Это любой специалист по продвижению вам скажет. Вы лучше покажите каналы авторов, которые реально, вот, ваши ученики, которые зарабатывают, чтобы я посмотрел, там, вот, у нас там столько учеников, они рассказывают. Но если у вас столько учеников, покажите их каналы, что вот там у этого миллиона аудитории, это вот два миллиона аудитории, вот у всех у них монетизация, и вопросов вообще никаких не будет. Я, блин, сам за вас тогда голосовать буду. Ну, как голосовать? Говорить, что да, отличные ребята, отлично учат. Если у вас авторы этого курса есть такие вот примеры, разместите их, вот вам бесплатный совет, и тогда не надо будет проводить типа обучение на три часа, где, блин, куча воды было. Ну, ни одной конкретной методики. Они показывали там примеры какие-то, что вот смотрите, вот статья, вот там видео, на котором кто-то из их учеников зарабатывает. Но дело в том, что вот статья, которую они приводят в пример, меня сразу это насторожило, обычно изголовок немножко кликбейтный. Яндекс.Дзен на такие не очень хорошо реагирует. Нет, может, я не прав. Тогда на суд общественности выставляют тот пример, который они показали там. Видео называется так. Во время презентации смеялись до слез. Как до такого додумались? Знак вопроса. На мой взгляд, это однозначно кликбейт. Если нет, напишите в комментариях, как бы, ну, тогда я ошибся, что ж. Там в этой презентации говорилось, что это пример успешного заголовка. С этим я не согласен. Это не пример успешного заголовка. Это пример заголовка, за который можно получить ограничение. В общем, это мне показалось подозрительным. Я еще раз перешел на канал авторки. Ну, авторка это феминитив, сейчас так модно говорить, потому что там равноправие и все такое. Ну и что я вижу на канале? Что на канале последние статьи не очень хорошо заходят. Сам понимаю, у меня такая же ситуация, что некоторые статьи заходят, некоторые статьи не заходят. Статьи немножко желтушные, они хорошо заходят. Статьи, прям, которые ты показываешь в путешествии, что-то, они могут зайти, могут не зайти. Ну, в общем, стандартная ситуация. Стандартный канал. Хотя они рассказывали о какой-то там тайной, секретной методике, которую они дают только в своих курсах. Я захожу на канал, но обычная картина. То есть, какой-то желтый контент какой-то, вот тут, допустим, про пляжи какие-то, что кто-то там вслед присвистывал, говорил Наташа, статья заходит. Допустим, статья, вот еще один пример статьи. Подхожу к магниту, из машины выходит тетка и набирает полтележки водки. Вот тоже статья, заходит. Ну, то есть, если полистать, тут можно такие вот статьи, как определить сразу на канале, есть успешные статьи или нет. Просто листайте и смотрите, где много комментариев. Если много комментариев, значит, Зен крутил эту статью. Вот мы листаем и видим, что мало комментариев, значит, скорее всего, статья не зашла. Ну, почти точно не зашла. А где много комментариев, там, соответственно, хорошая статья, хорошо зашла, хорошо ее читали. Ну, так вот, тут таких статей очень мало, и за счет них как раз вот это набралась и аудитория 2 миллиона. Ну, то есть, получается, на остальные статьи вот эта вот методика тайная не распространяется, как-то не работает. Типичные популярные темы на Яндекс.Дзен, про которые все, кто более-менее давно пишут, они про них знают. И почему-то вот такие вот статьи, они на этом канале заходят. Может, я что-то не понимаю. Если что-то не понимаю, объясните мне. Нет, к самому каналу у меня претензий нет. Это хороший канал на Яндекс.Дзен. Хороший автор. Она хорошо пишет. Хотя, если честно, не читал, что она пишет. Я по сголовкам ориентируюсь. Ну, то есть, она набирает там какие-то дочитывания, хорошо зарабатывает. Я не спорю, что она хорошо зарабатывает. Еще раз повторюсь. Но, что-то в ее статьях не прослеживается. Никакая уникальная методика. Ну, то есть, все по стандарту. Все, как у нас у обычных авторов. Я, собственно, у них прямо и спросил, что если у вас уникальная методика, то почему на канале последние статьи не набрали дочиток? Набрали на вашем канале типичные для Дзен популярные статьи. Про там на пляже, ужасные законы, многие желтые темы. Методика подходит только для желтых тем, я у них спрашиваю. Или последние статьи не заходят по другим причинам. Мне говорят, что, Игорь, мы сейчас проводим на канале показательное тестирование, при котором испытываем негативный опыт на нашем канале. Еще такого не было. Был мощный старт. Ну, дальше я им привел в пример вот как раз статьи, что подхожу к магниту, из машины выходит тетка. И вот этот вот пример типа успешной статьи. У меня такое тоже, говорю, заходит. Но это не уникальная методика. Вы уж простите, что я вот на вас так наезжаю. Так вот, что мне больше всего не понравилось, что отвечает вот на эти мои каверзные вопросы модератор. А вот те, кто ведут семинар, то есть авторка этого канала, там вот эти ее товарищи, они просто игнорируют эти вопросы. Как будто их нет. Они отвечают вот на как раз такие вопросы. А есть ли еще золотой пакет? А могу ли я писать статьи? А через сколько я начну зарабатывать деньги, если куплю вашу методику? Ну, такие вот неинтересные же вопросы. Ну, ребят, ну вы что? Ну, ответили бы что ли? Да и модератор, если честно, отвечать стал такими вот, какими-то неприятной вежливостью, скажем так. Хоть она потом изменилась за эту неприятную вежливость. Но это звучало так, что ваше мнение ценно для нас. Да-да-да, мы вас поняли. Спасибо, что поддерживаете нас. Хотя я не поддерживал их. Я наоборот пытался выяснить истину. В общем, я получил глубокую душевную травму. Ну, потому что меня просто игнорировали. А я вот как будто со стенкой общаюсь. Мне не нравится общаться со стенкой. Хотя, по сути, вот сейчас я этим и занимаюсь. Хотя, нет, с камерой я сейчас общаюсь. Так вот, раз не получалось пообщаться с ними, я решил, что неплохо бы записать ролик и пообщаться с вами. Ну, дефицит в общении, скажем так. Ответили бы мне на вопрос, я, может, и не записывал ничего. Ну, я им, кстати, там честно написал, что я собираюсь сделать обзор про обучение на Яндекс.Зен. И, как бы, поэтому и спрашиваю. Мне сказали, что, возможно, ответят на почту что-то там. Ну, я почему-то дожидаться ответа на почту не стал, потому что неинтересно на почте. Мне бы интересно было, если бы они мне в живом общении это ответили. Ну, как в живом? Вот они же говорили там. Почему нельзя было? Зачем вот эти вот дурацкие вопросы про еще остался пакет, не остался пакет? Нормальные вопросы. Почему не ответить? Не понимаю. Вернее, понимаю, ну, и поэтому и не ответили. Ну, и когда я в чат заходил, я особо-то и не скрывал, что я автор Дзена, что я автор Ютуба. И что я буду задавать такие вот вопросы. Вот так и написал. Что у меня три канала и есть канал на Ютубе. Не знаю уж, смотрели они раньше мой канал Ютубовский, не смотрели мой Ютубовский канал. Но раз обещал высказать свое мнение, то, пожалуй, и выскажу. Так вот. Сам из себя вот этот бесплатный курс, не курс, обучение, не обучение, не знаю, что это, который проходил в этом формате, который я слушал три часа. Это сплошнейшая вода, никаких конкретных методик не дают там. Ну, как бы дают, если вы считаете конкретными методиками, там, напишите популярные статьи, заведите свой канал на Дзене, начните его продвигать. Если вот такие общие советы считать вот каким-то ценным материалом, то, возможно, вам это и поможет. Но в остальном вот ничего ценного не было. Я все же ожидал, что пару конкретных советов там дадут. Но нет, не дали. Все три часа там рассказывали сперва какой-то Дзен классный, потом как можно очень просто, прям легко заработать, прям вот буквально начал только, и все, и деньги посыпались. Главное купить платный курс. Так вот, основная цель была продать платный курс. Ну, это для меня и не было новостью, не было там каким-то открытием, что там будут пытаться продать вот эти платные курсы. Сам платный курс, который там вот стоит 30-ку или там даже 60 тысяч, вот разные там пакеты, я не разбирался в линейке их продуктов. Ну, так вот, они заявляют, что там содержится какая-то ценная методика, уникальная. Но, как я уже сказал, я в этом очень сильно сомневаюсь, может быть, и ошибаюсь, конечно, потому что никаких следов уникальной методики я на канале не нашел, зато нашел стандартные вот маркеры, которые у всех обычных авторов на Яндекс.Зене присутствуют. То есть немножко желтый контент набирает дочитывание, обычный контент не очень набирает дочитывание. Может, если там какие-то вот что-то еще будет, но может и не зайти. Это мое личное мнение. Ну, то есть, если вы меня спросите, стоит ли покупать какие-то курсы для Яндекс.Зене, я скажу, что вся информация в открытом доступе есть в интернете. Если вам хочется, чтобы вот прям кто-то вас направлял, кто-то вам что-то объяснял, то, возможно, можете купить курсы. Но целесообразность покупки курсов за 30 тысяч, ну, только если вы вообще писать не умеете. Об этом, кстати, я тоже им написал, что за 30 тысяч можно купить, если вот человек вообще писать не умеет. Ну, опять же, тут палка о двух концах, потому что если бы я сам, конечно, какие-то курсы на Яндекс.Зене ввел, я бы, конечно, не хотел бы, чтобы прям какие-то копейки мне платили, чтобы я целый день с человеком сидел. С другой стороны, я понимаю, что есть люди, которых очень тяжело научить, которые, возможно, там и не заработают никогда, и то есть можно потратить свое время, а человека не научится. И вот как вот тут быть, для меня дилемма, и поэтому я никаких платных курсов не веду, и думаю, что вести не буду начинать. Ну, разве что на будущее для каких-нибудь совсем новичков, где там показать, как завести канал на Яндекс.Зене, что вот так вот правила такие-то, вот это нельзя нарушать. Ну, то есть такое примитивное, такое базовое знание, которое можно, в принципе, найти в интернете, но если человеку лень искать, то, может быть, как бы ему и проще вот это все рассказать, это человеку, который знает, который в этом опытен. Но никогда бы я не стал заявлять о том, что вот покупайте мои курсы, и тогда вы будете зарабатывать 100 тысяч в месяц, научим вообще любого, любой может научиться, не может любой научиться. Вернее, может, но это уже не две недели и не месяц, это там полгода, год, несколько лет. Если вообще человек правильно писать даже некоторые слова не может, то это естественно, ему надо будет проходить буквально школьную программу. Почему в школе 9 лет учат, там и русский язык тот же 9 лет учат, а иногда 11 лет? Потому что невозможно научиться за этому буквально за день, там или как там за 2 недели, как говорят. Это все, конечно, мое субъективное мнение, можете с ним не соглашаться, но мне почему-то кажется, что многие из вас со мной согласятся. Про курсы, которые они продают, у меня опять же информации-то никакой нет, потому что я не стал покупать. Если покупали подобные курсы, пишите в комментариях. Помогли вам эти курсы, не помогли эти курсы, будет интересно узнать об этом. В принципе, я еще раз повторюсь, что если они берут 30 тысяч, там есть сопровождение, если у человека не получается что-то там заработать потом, и они эти деньги ему возвращают, если у него не получается, то, наверное, это может быть и адекватная цена, ну потому что любой труд должен быть оплачен. Но это только при том условии, если они прямо сидят с человеком, показывают ему каждую его ошибку, если они сами понимают, где у человека ошибки, а где их нет. Но из того, что я видел, как бы кликбейтные заголовки, меня это очень сильно смутило и наталкивало на мысль, что они не всегда понимают, что делают, но уже почему-то продают курсы. Сейчас почему-то любой человек, который, там, не знаю, добился какого-то успеха, ему подфартило, и он почему-то думает, что все, он может других людей обучать. Но есть такой момент, ошибка выжившего. В общем, по теме вот этих вот курсов я, наверное, закончил, про ошибку выжившего расскажу. Если не интересно, если вы о ней знаете, можете уже выключать видео. Ну так вот, ошибка выжившего, это когда, допустим, в городе открылось 20 ресторанов, и они неплохо зарабатывают. И, скажем, условно, Иваня такой думает, блин, 20 ресторанов, значит ресторанный бизнес, он такой очень крутой, значит любой может заработать, и тоже пытается открыть свой ресторан. Иваня пошел к тем, у кого получилось, и начал их расспрашивать, а как так, они ему все объяснили, все рассказали, как у них это получилось. Он пошел открывать свой ресторан, но провалился. А все почему? Потому что те, кто ему рассказывал, что вот успех, это все просто, вот нужно сделать так и так, им просто повезло, они просто в нужное время оказались в нужном месте. А помимо вот этих вот 20 успешных ресторанов, рестораны пытались открыть, скажем, 500 еще человек. И вот эти 500 человек столкнулись с разными такими непредвиденными обстоятельствами, с которыми те 20 не столкнулись. И нужно было спрашивать совета не у тех, у кого получилось, а у тех, у кого не получилось. Они знают, почему не получилось. И он бы мог собрать вот эту подробную статистику о том, что вот у этого не получилось, потому что там налоговая его накрыла, вот у этого не получилось, потому что там, не знаю, поставщики обломали его. Это я к тому, что нужно меньше обращать внимание на истории успеха, людям могло просто повезти. И нужно больше обращать внимание на те истории, где людям не очень повезло, где они не смогли заработать, где у них какие-то возникли трудности, потому что с этими же трудностями можете столкнуться и вы. И поменьше слушать всяких гуру, в какой бы области они не заявляли, что они гуру, просвещенные и все знают об этом. Поменьше их слушайте. Ну а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится. И пока, до новых встреч. Продолжение следует...